Всем привет! Давай мы протестим, посмотрим, послушаем, как слышно, нормально ли слышно. Вот, смотрите, просто пиздец какой-то. Короче, вы сами видели, микрофон живет своей жизнью. То я решил взять новенький микрофончик, будет намного круче. Я его вроде бы проверил, все работает там. И вот эта кнопочка сенсорная, которая отключает звук, очень удобная. Плюс там режимы разные, стерео, не стерео, а моно. Чувствительно снизу, все четенько. Просто боками все четенько. Посмотрим, как дальше. Ну, записываю на старый микрофон, потому что тут еще нужно настроить. Гудит уже, но он старенький, конденсаторный микрофон такой имеет. Короче, можете меня поздравить. Также поздравляю всех с купончиками, добавили купончики. Кто получил Рауля и Львину, кто получил Фиол в класс, кто не в класс, ждет купон и так далее. Всех тоже поздравляю. Ну, обнова так себе. Давайте посмотрим, там очень интересно, конечно, завезли. Но я бы сказал, это не для большинства аудитории, а для избранных. Поле битвы Обита. 70 уровни, 4 боя, длится 1 час. 12 лучших кланов будут сражаться. В среду 21.30. Вот такие вот монстры и босс будет. Альбион онлайн. Вот, золотая монета Обита. Валюта для покупки предметов у NPC. Ну, свитки скрытой силы, устрашения. Типа Олимпа. Только для избранных. Посмотрим, это такое мероприятие клановое будет. Вот, сразу переходим к наградам. Это за первый раунд, если вы занимаете там первое место. Видим Артена. Героический свиток поручения Обита. Камень улучшенного класса или Отеона там может получиться. Там четвертое место занимаете. Ну, и награды немножко меньше. Дальше, второй раунд. Также видим Артена. Еще больше Артена. Уже добавляется у нас улучшенный сундуч с ключом Всемогущества для украшения. Но это в клановую коллекцию добавляйте, если я ошибаюсь. Поправьте мне в комментариях. Последнее место. Тоже очень неплохо Артена. Героический свиток поручения. Камень. Сундуч с ключом. Третий раунд. Артена. Свиток модификации ремесленника. Вот. Камень феи. Глассейный свиток модификации реликвия. Очень интересно. Первое место. Так, смотрим за четвертое. Свиток модификации ремесленника. Это может получиться с определенной вероятностью Артена. Тут очень неплохо падает. Как бы, по мне, даже за последнее место. А, ранг. Это мы ранг. Там надо очки набирать. Мы набираем ранги. Бьем мобов. Бьем других чуваков. Заканчивается раунд. Эти очки подсчитывают. Если вас убивает другой игрок, эти очки вроде бы исчезают. Все, кто набрал 500 очков, это максимальное число. Над ними такой знак Туза появляется. Вот просто есть какой-то такой обоюдный кошмарик. Такой, знаешь. Ну, жалобы не кота. Блокировок с трансфера не было. Также тут мы создаем книгу наследника. Шанс 10%. При неудаче мы получаем ничего. Вот такую книгу можно будет создать. Если собрать 4 героических свитка поручения Обита, то можно создать легендарный свиток поручений Обита. А, ну это понятно. Это свиточки. Видим реликвия фаунов. Реликвии выпадают свитков. Ну, можно получить. Согласно вероятности. Реликвия энергия. Энергия инхасад. Мудрости. Интересные награды за свиточек. Дальше у нас обновление с классом двуручный меч. Блокада. Это синий скилл. При атаке поражает противника в уязвимые места. С определенной вероятностью наносит дополнительный урон. И блокирует способности врага. Цель одиночная персонажа. Фактор сопротивления блокировкой и уровень. Время действия 3 секунды. Не дает использовать обычные атаки. И использовать активируемые эффекты умений. И героического ранга и ниже. Улучшенные условия срабатывания при попадании атакой. Позволяет пытаться поразить врага блокировкой. Дальше мы идем. Удар 3. Это комбо удары. Состоящие из 3 ударов. Начинаем. Удар 1. Вот такой. Удар 2. Позволяет совершить прыжок. Наносит урон противнику. И некоторое время снизить его скорость. С неким шансом позволяет оглушить цель. И также 3 удар. Тут доп эффекты можно сработать. При использовании. Потом. Эффект идеального комбо. При успешном проведении всех 3 комбинаций. С умением удар. Уменьшает. В оставшееся время перезарядки умения. Это наверное вот это и добавили. Уменьшает время перезарядки. За счет эффекта. Идеальная комбо. Теперь оно применяется сразу. То бишь. Вы со стана не будете выходить. Если там перекачанный дестер какой-то. Но хочу увидеть какого-то топа на дестере. Это будет какой-то топа ножа маг дестер. Он входит с дестера. Продолжает ножом. Заканчивает магом. Или не знаю как-то наоборот. Магом. Идем дальше. По скиллам. По оглощения. Нанести урон врагам рядом с персонажем. Поглощает часть урона. Превращая его в выносливость. Кроме того. Его мгновенно восстанавливает хп. Можно использовать под любым аномальным состоянием. Кроме окаменения и заморозки. Цель до 4 врагов вокруг. Пассивный эффект. Сопротивление аномальному состоянию. Много восстанавливает хп. Наносит урон цели. Поглощает часть урона. Превращая его в выносливость. Очень интересно. И что опнули увеличено количество хп. Которое восстанавливает умения. Силовой гнев. Дальше продолжаем легендарный. Усиливает гнев войны. Подавляет врага силой. Равной божественной. Силой гнев. Шанс оглушения. Сопротивление оглушению. Увеличение урона ближнему бою. Плюс 5. Также при успешном оглушении. На некоторое время. Увеличивает урон ближнему бою на 15. Эффект увеличения выносливости. Дополнительно. Если добавленные хп превышают лимит. Уменьшение длительности аномального состояния. Плюс 50%. Куда хп превышает. Ага. Это вот это добавили. Значение. Уменьшается длительность аномального состояния. 50%. Пренебрежение. Усиливает блокировку при атаке с определенной вероятностью. Находит слабости противника и наносит дополнительный урон. Блокирует его обычные атаки и способности ослабления их. Однако заблокировать эффекты умений подтягиванием, отталкиванием невозможно. Цель до трех врагов. Скорость атаки плюс 10%. Увеличивает дальность. Увеличивает. Увеличивает. Увеличивает обычные атаки и активируемые эффекты мифического ранга и ниже. Увеличивает шанс активации блокады и ее длительность. Сопротивление урона от оружия. Увеличение урона от умений. Ограничение скорости атаки. Блокирует подтягивание. Был бы я дестер. Да, я вам бы рассказал. Улучшенные условия срабатывания при попадании атакой. Позволяет чаще пытаться поразить врага блокировкой. Дополнительно блокировка поражает область. Мастер отражения. Усиливает отражение оглушения. Защищая и отражая оглушение еще более высоких рангов. При успешной защите или отражении эффект не исчезает. Кроме того, успешная защита от оглушения с определенной вероятностью блокирует эффекты оглушения для атак цели. Не может отразить эффект умения приговор марф. Усиление отражения оглушения позволяет использовать умения во время действия. Большой части негативных эффектов, кроме окаменения и заморозки. Защищает и отражает оглушение от умений. Эффект сохраняется даже при успешной защите от оглушения или отражения с определенным шансом блокирует умения. Оглушение легендарного ранга и ниже, а также снижает увеличение урона от оружия. Эффект блокировки оглушения. При использовании оглушения умений оглушение не срабатывает. Добавили блокировка оглушения. Эффект, который ослабляет атакующие способности. Также увеличивает время наложения на цель эффекта блокировка оглушения. Такой вот скилл. Величение выносит. За счет развития тела восстанавливает много хп. При восстановлении количества хп можно превысить макс хп. При наличии дополнительных хп улучшаются некоторые положительные эффекты. Цель на себя. Время действия 10 секунд. Увеличивает урон от умений дрожь. Увеличивает число целей на 5. Отменяет эффекты аномального состояния и ниже. Легендарного рана. При использовании умения мгновенно восстанавливает хп. Периодически восстанавливает хп. При попадании умением с определенной вероятностью восстанавливает хп. Эффект при дополнительном хп. Добавляет игнорирование сопротивлению урону к умениям. Крещендо выносливости. Добавлено сопротивление урону от умений и к умению гнев войны. Добавлено уменьшение длительности аномального состояния к умению силовой гнев. Что апнули при использовании умения восстанавливает больше хп и отменяет эффекты аномального состояния ниже легендарного рана. Дополнительно во время действия положительного эффекта количество хп за счет восстановления может превысить макс хп. Дальше у нас парадокс. Парадоксом не относится. За участие, поэтому все выстраиваются в член. В форму члена. Красивенько. Это уже у нас мифически активно создает противоречащую ситуацию на поле боя. В форму члена. Позволяет использовать получение урона с выгодой для себя. Можно использовать под любым аномальным состоянием, кроме окаменения и заморозки. Отменяет оглушение. Аномальное состояние мифического ранга и ниже. Не действует на могучий шок. Предельную скорость. И отражает их. Цельнося фактор сопротивления урону. Время действия парадокса 10 секунд. Время действия оглушения 8 секунд. Время действия блокировка оглушения 15 секунд. Время действия положительного эффекта. Отменяет агрессию ниже мифического ранга. Дает иммунитет к ней. Шанс оглушения плюс 10 процентов. При получении урона с определенным шансом восстанавливает хп. Увеличивает урон. Суммируется до 5 раз. С некоторым шансом защищает от эффектов оглушения. Или отражает его. При успешном отражении снижает у цели сопротивление урона от оружия. При успешной защите от оглушения с определенным шансом блокирует умение. Оглушение легендарного ранга и ниже у цели. А также снижает увеличение урона от оружия. При успешной защите или отражении оглушения с определенной вероятностью уменьшает оставшееся время перезарядки удара. При получении урона с некой вероятностью уменьшает оставшееся время перезарядки удара и жесткой бойни. Эффекты при активации. Вложительный эффект. Урон плюс 4%. Эффект блокировки. Оглушение при использовании оглушающих умений. Оглушение не срабатывает. Теперь при использовании умения снимает агрессию и на время действия эффекта действует иммунитет. Повышает вероятность умения оставшееся время перезарядки умения удар и жесткая бойня. При защите или отражении эффектов оглушения также добавляет эффект уменьшения оставшееся время перезарядки умений при попадании. В блокировке оглушения добавлен эффект ослабления атакующих способностей. Также увеличивает вероятность наложения на цель эффект блокировка оглушения. Вот так капнули скиллы. Добавлены новые 4 ягодиона. 2 героических. 1 легендарный, 1 мифический. Давайте Беллора Кара, который увеличивает доп. урон в пвп. Совмещение. Урон от оружия. Доп. урон в пвп. Сопротивление безмолвью. Агатен Сапрот. Ну урон от оружия. У Канба. Вот такой вот Агатен. Увеличивает сопротивление двойному урону. Прикольный. Агатенчик. Закрывает весь урон. Урон от умений. Арнак. О, я бы себе хотел такой интересненький Агатенчик. Увеличивает уклонение от всего. Он, конечно, скилл так себе. Для совмещения Агатен. Сопротивление урона от умений. Защита от умений. Да, это пвп какой-то Агатен. Сопротивление оглушению. Очень неплохая кола. Точность. Весь урон. Защита от умений. Линдви Ор. Вот такой вот Агатен. Защита. Снижение урона. Сопротивление. Умением. М40. Игнор. Иммунитету ко всему. Очень крутой стат. Дальше у нас увеличивает шанс стройного урона. Продолжительность оглушения. О, на дестра вообще. Продолжительность удержания. Немного увеличивает уровень аномального состояния. При успешной атаке для окружающих союзников. Увеличивает точность и урон. Замедляет врагу. И увеличивает их время перезарядки. Добавленная система наследования классов. Конечно нужно было где-то вот сюда ее засунуть. Потому что. Ну мы сейчас не увидим. Я зря сюда синюю засунул. Наверное оно шанс дает. Короче. Всовываем карты. Чем выше раздел. Тем больше ячеек будет открываться. И давать разнообразие статов. Тоже рандомно. Как бы не для тех кто не донит. Потому что если у вас. Как у меня. Больше половины синих. Да. И 90% красных. То смысла тут. Ловить какие-то статки. Тратим. А слушайте. У нас есть еще одна. Мы можем ее. Да. Нельзя. Видим нельзя. Задвоенные вставлять. Ну вот видим. Какие мы статы можем поймать. Также эффект 2. 3 эффекта. Зачем тут 3 эффекта показаны. Если мы можем. Только первый эффект. Как бы поймать. Очень интересно. Вот видим. Можем поймать. Там примеру. Шанс двойного урона. Весь урон. Но это в других ячейках. В этой ячейке. Вы можете там поймать. Эффект. Какой-то там. Точность ПВЕ. Защиту. Наверное. Чего вам не хватает. Пытаться словить. Чтобы поймать защиту. Ну естественно. Процент какой. Весь урон. Тройной урон. То бишь у вас будет попадаться. Все хп. Точность ПВЕ. Такая система наследования класса. Мастер архипелаг. 70 уровень. Там можно не состоять в альянсе. Нужно состоять в альянсе. Подбор начинается каждый день. 12 альянсов по активности. Там могут входить. Очень интересно. Катч. Зонки распределены. Посмотрим. Магазин. Который там. Кристалл мечта не выбивается. Там проходят за квесты. Можем взять артефакты. Высокого. Растворитель. Видим. И так освещение. Верх доспеха. На выбор. Прикольно. Добавляются у нас 4 ивента. Так. Некрополь. За первый раунд. Трофей. В нем будет реликвия энергии. Карта улучшенного класса. Если проходим первый раунд. Мировые боссы. 4 босса на картах. Их видно. Я задолбался одно и то же повторять. Вот если мы нажмем на голову. Она немножко отличается цветом. Но она оранжевенькая такая. 4 босса. 2 появляются утром. 2 появляются вечером. Двойные награды. Закончился пропуск. Начался пропуск. 30 лямов купить. Прим награду. Ордена. Знаки. Кристаллы. Финальная награда артефакта. Они наверное меня слушают. Короче. И такие. Опа. Розе говорит. Надо добавить карту артефакта. Финалочку. Потому что это не дело. Гамняная карта. Но все равно. Хоть. Можно улучшенный получить. Ну слушайте. Улучшенный 20% шанс. Чтобы в класс еще падало. Тоже там. Смотрим. Убить боссов. Ну тут все стандарта. Ход в клан. Снос в клан. Создать предмет. Модифицировать. Ну. Ничего сложного. Для новичка вообще. Я бы сказал. Нормально. Добавляется вот такой вот бонус. Первая награда у нас. Золотой класс. Я уже поздравил. Дальше по дням. Карта мастера 6 раз. Карта высшего. Потом на пятый день у нас. Неудачное совмещение Агатиона. Десятый день. Золотой билет Леи Агатиона. И финальная награда у нас. Золотой билет Леи Агатиона мастером. Перед финальной наградой карты мастера класс. Вот это вообще вкусненько. Вот карта мимастера. Потому что там очень высокий процент получения. Ирогической 8 процентов. Кристаллы души. Ну тоже неплохо. Листочки. Сэкономили 20 алмазов. Ага. Еще один бонус добавили. А две карты тоже на 14 дней. Ой. Я бы купил бы сразу вот эти два бонуса. А потом бы все карты просто открыл на стриме. Но я так не смогу сделать по одной причине. То что мой перс. Вот он один на сервере. Очень сложно в соло фармануть 3к алмазов. Это жестко. Это очень сложно. Если на один я как-то нафармлю. На два. Без свиночков в соло сложно очень. Ну так смотрим. Карты артефакта. Артина. Знаки. Столы души. Расходка. Расходка очень круто. Роскошная артефакта. Перед финальной наградой. Карты мастера. Класса Агатион. Для развития самое то. Это с минимальным донатом. Покупайте вот эти ежедневнички. Будет вам радость. Ключи дракона ветра. Нужен для покупки предмета. А трехэтапные такие какие-то ключи добавили. Алмазы. Карты. Реликвия. Не знаю. Прикольно. Идет смена класса. Двуручный меч. Можем свапнуться в двуручный меч. Я лад. Я свапаюсь в двуручный меч. Или поменять скиллы на двуручный меч. Если вам нужно. Подешевле. Это наш третий аукцион. Сравнить. Высокого качества артефакт. Товары недели месяца. Вот такой раздел добавили. Это ивент. Чисто роскошный артефакт. Высокий артефакт. Дополнительно надо купить вот такие вот новые темы. Аналогичная ситуация. Если мы юзаем сферу дракона. Это бафы и монетки. Знаки пентакли. Что мы можем брать. Покупать. Пак Зареал. 10 карт мастера. 10 карт обычный. Знак создания. Дает нам создать карты. Дальше Зареал. С артефактами. Такой артефакт пак. Зареал с алмазами. Карты мастера. Карты высшего. Реликвия. Дальше такой меньше пак. С алмазами. С орденами. С этой воды. Энхасад. Это паки на каждый день. Уже с каким-то созданием. Можно артефакт купить. Если вы будете скупать 4 пака 4 дня. Ну тут карты мастера. Обычные кристаллы душе. Карты. Карты артефакта. Высокого. Ордена. Кристаллы. Зелье пробуждения. Реликвия. Так. Переходим. Вот такие вот трехэтапные паки. Паки с добавлением в коллекцию. Защита. Постоянная коллекция. Вот эти паки я бы взял. Если бы донатил. Потому что постоянная кола. Сопротивление урона умений. И даже какая-то защитная. Тут шанс двойного. Шанс тройного урона. Вот эту колу даже взять. Два пака. Шанс тройного урона. Снижение урона. Шанс двойного. Если у вас не 100%. Там, к примеру, две защиты пака. Блосейная святая вода. Зелье пробуждения. Есть эликсир. Ордена славы. Знаки, кристаллы, карты. Карты артефакта. Ну и за сферу мы крафтим различные вещи. Опа, еще не успели. Смотрите. Один промоушенник не успели сделать. Пентакли. Книги наследника у нас. Морзели восстановление 10%. Шанс двойного урона. Сопротивление двойному урону. Абсолютное уклонение. Абсолютная точность. Игнорирование сопротивления урону. Увеличивает шанс блокирования умений. Блокирование урона. Так, в этот раз у нас промоушен на оружие. Ну, как всегда, 1%. 1% удачи. 1% династия запечатанная. Ну, не знаю. Я не знаю. Ну, такой ради вот этого. Ради тысячи алмазов. Мы можем рунки крафтить. 240. Еще дополнительная ордена. Спака 200 получается. Можем крафтить ордена. Блески. Ну, по 48. Блески так, если бы они были не привязаны. Потому что 30%. Ну, считайте, равный шанс получения любой блески. 48. Ну, можно 4 скрафтить на серверный аккаунт. Сброс каждую неделю. Ну, это если у вас есть там, да, остались 200. Вы не знаете, куда потратить. Блесочки взять. Переми 12. Всего 12. Слушайте, это для ПВП персонажей. На аккаунт ежедневный сброс. Крафтить перья. Привязка. И бегаешь, пекаши себе, наслаждаясь, и не боишься. Знак Пентакля. Смотрите. Создаем. 100%. Ну, конечно, такое 180, да. Маловастенькое, я бы сказал. За обычную. И даже карта не мастером. Ну, не знаю. В целом, что вижу, то вижу. Надеюсь, я подметил, все прочитал, как бы. То, что я себя знаю. Пиши в свой комментарий, что ты заметил, что я, возможно, пропустил. Давай. Удачи тебе. КОНЕЦ